Сегодня стартовала двухдневная акция по выявлению должников дагестанского филиала «Газпром» Межрегионгазпятигорск. В состав рабочих бригад включили специалистов «Дагестангазсервиса», «Махачкалагазы» и судебных приставов. По данным службы, ситуация сложилась критическая. Дебиторская задолженность составила около 8 миллиардов рублей. Подробнее расскажет Секинат Малаева. Около 300 человек, более 20 бригад. Специалисты прибыли из разных районов республики. Работа предстоит серьёзная. В список злостных должников от 30 тысяч рублей и выше вошли 900 абонентов. Кроме того, работают три бригады судебных приставов. У них на руках 30 исполнительных листов на арест имущества должников. Просто отсутствует платёжная дисциплина в республике Дагестан. И нам реально стыдно находиться на российских совещаниях, где всё время обсуждает и осуждает дагестанский филиал, дагестанское общество. Почему в Ставропольском крае платят за газ? Почему в Дагестане не платят за газ? Вот это мы хотим выйти из этой ситуации. Главный приоритет – это выявить этого неплательщика и довести до него, что за газ надо платить или мы его отключаем. Батырмурзаево, 52, добротный дом. Здесь, по данным службы, проживает Магомед Гаджи Османов. Задолженность более 100 тысяч рублей. На звонок и сток в дверь домочадцы никак не реагируют. Принимается решение дом от газа отключить. Однако специалисты ещё не успели развернуть спецтехнику, как собственник жилья неожиданно появился. На вопрос, почему растут долги, выдвинул собственную версию. Я сколько раз туда ходил, они мне говорят, у тебя то 100 тысяч там, то, говорят, 50 тысяч, то это всё вместе. Вот эти куви, они не оплачены. Я готов оплатить, у меня разговоры. Руководитель дагестанского филиала «Газпром Межрегион Газа» Адельхан Ганакаев разъясняет, по любым непонятным вопросам необходимо обратиться в офис компании и написать заявление. «Найди начальнику, разбери, скажи, вот мои заявления, будьте добры, разберитесь. И никаких проблем нет». Суворова, 56, хозяева не особо приветливые, попытались перед самым носом закрыть дверь. И неудивительно, по данным абонентской службы, собственник частного дома и ещё коммерческой недвижимости задолжал более полумиллиона рублей. Однако и на этот раз дело до отключения топлива не довели. Абонент после переговоров оказался сговорчивый и согласился оплатить сразу 70 тысяч, а остальной долг погасить до конца мая. «Это магазин, да?» «Ну, магазин, видно, мы радуемся, когда есть преуспевающие бизнесмены. Ну, заплатите за ГАР. «Хорошо». «Вы должны понять, нам неприятно вот так приходить, но мы уже вынуждены. Завтра у тебя будет миллион, полтора миллиона будет. Ещё сложнее будет платить». Руководитель дагестанского филиала также абонентам напомнил, что не нужно стараться в сговоре с контролёром списывать средства. Этот способ незаконный. Из-за него абонент несёт ответственность как соучастник преступления. Сократ Малаева, Руслан Салихов, Рамзан Амаров. Время новостей.